МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Юлия Семикина. И далее коротко о главных событиях этого дня. Телевизионная юстиция делает свое дело. Так отреагировал Денис Уланов на просьбу генерального прокурора и лишить его депутатской неприкосновенности. Александр Стоиногло тем временем потребовал снять иммунитет еще с одного парламентария. Вечеринки и свадьбы под запретом. Въезд в Молдову с наличием отрицательного теста на ковид. Сокращенный график работы рынков и магазинов. Власти вводят новые ограничительные меры из-за пандемии, хотя ранее настаивали на тотальном карантине. Аптекам, возможно, разрешат доставлять лекарства на дом. Соответствующий законопроект был одобрен депутатами в первом чтении. Ранее на ТВ6 вышел сюжет о незаконной онлайн-торговле медикаментами. Страшная находка в лесу Фалежского района. Полиция обнаружила тело повешенной девочки, которой было всего 16 лет. Что говорят родственники и прокуроры, расскажем в выпуске. На фоне стремительного роста числа инфицированных и смертей из-за ковид-19, власти республики вводят новые ограничения, хотя ранее говорили о возможном тотальном карантине. Согласно пятничному решению Чрезвычайной национальной комиссии общественного здоровья, с 20 марта, то есть субботы, деятельность торговых центров и непродовольственных магазинов, а также кафе и ресторанов будет строго регламентировано. Городские рынки будут работать только до трех часов дня. Новые ограничения будут действовать вплоть до 18 апреля. После заседания Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению, временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелио Чукой заявил, что управление в период пандемии усложняется день от дня и что необходимо ужесточить ограничения. Практически во всех районах Республики Молдова введен красный код. Наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Кишиневе. Здесь 1460 случаев заражения на 100 тысяч населения, что примерно в 14 раз превышает лимит, установленный красным кодом. Таким образом, с субботы деятельность торговых центров и непродовольственных магазинов будет возможна лишь до 6 вечера. График работы рынков с 7 утра до 15.00. Ограничения коснутся и сектора Хорика. Рестораны и кафе будут закрываться в 8 вечера, но им разрешено заниматься доставкой еды и после этого времени. Принято решение запретить организацию и проведение свадеб, торжеств, юбилеев и других праздничных мероприятий на предприятиях общепита. Запрещается организация и проведение при физическом присутствии лиц, научных конференций, собраний и массовых мероприятий, олимпиад, спортивных соревнований. Кинотеатры, театры и дома культуры остаются закрытыми. Чуко отметил, что на заседании обсуждалось прекращение образовательного процесса, но предложение не набрало необходимого количества голосов. Таким образом, решения, связанные с деятельностью школ, остаются на усмотрение местных властей. Чиновник также подчеркнул, что отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа, будет обязательным при въезде в Молдову. При отсутствии теста въезжающие будут помещены в карантин на 14 дней. Самоизоляцию можно прервать, если на 10-е сутки граждане снова сдадут тест на коронавирус. В Молдове зарегистрирован 99-й случай смерти от осложнений ковида среди медработников. За последние сутки коронавирус унес жизнь сотрудника подразделения экстренной медицинской помощи из Кагула. Коллеги умершие рассказали, что она проработала в этой сфере 25 лет. Коронавирус стал причиной смерти и семейного врача из Величинивеки, 64-летней Светланы Мануил. Между тем, в республике за 24 часа выявлено 1843 новых случаев заражения COVID-19. В том числе заболели 63 медицинских работника. По данным Минздрава, 72 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 29 человек умерли. В ковид-отделениях Унгенской районной больницы заняты примерно 105 коек из 125. Администрация медучреждения утверждает, что в случае необходимости места для размещения пациентов хватит. В то же время нехватки персонала здесь особо не ощущается, так как врачи до пандемии, работавшие в одних отделениях, перепрофилировались и сейчас лечат больных коронавирусом. Вадим Руссу, как и другие, перепрофилировался и работает в ковид-отделении. У доктора есть опыт работы и с холерой, и с другими инфекционными заболеваниями. Он признается, что бороться с коронавирусом ему было даже интересно, так как он инфекционист. Лечение, конечно, сложное, особенно с приходом британского штамма вируса. Больных становится все больше, они все тяжелее. Очень много больных в возрасте с сопутствующей патологией. Ну и определенное количество уже и достаточно молодых людей. Включительно в отделении педиатрии тестируется регулярно и беды, к сожалению. От двух-пяти месяцев и выше. По словам медсестер Олеси и Людмилы, которые в ковид-отделении работают уже год, самое сложное – это видеть, как пациенты мучаются. Поэтому своим долгом они считают уделять как можно больше внимания тем, кто в этом нуждается. Очень тяжело больным, потому что они психологически нуждаются в поддержке нашей. Прежде чем попасть в стационар одного из трех ковид-отделений, пациентов с подозрением на наличие вируса размещают в триажном отделении, где проводят необходимые исследования, а затем при необходимости госпитализируют пациентов уже в профильное отделение. Всего в таком промежуточном месте 12 коек, и, по словам врачей, они всегда заняты. Помимо этого, в лечебные учреждения поступают и уже заболевшие коронавирусом. В общей сложности в сутки около 20 человек. Так, например, на одну бригаду скорой в сутки порой приходится более десятка вызовов. Есть и тяжелые, есть и средние тяжести. Есть и когда очень много вызовов, и мы иногда не успеваем. Руководство больницы отмечает, что помощь оказывают всем пациентам без исключения. Порой нуждающихся привозят из соседних районов и даже из столицы. Врачи хорошие, они определяют состояние. Если мы видим, что есть ухудшение и будет хуже, значит, мы сразу договариваемся в республиканской больнице или в больнице скорой помощи. Мы переводим таких больных. Тяжелые есть, а крайних тяжелых нет. Значит, интубированных нет. В начале года в Унгенской райбольнице для больных коронавирусом было 60 коек. Сейчас количество мест увеличено до 125. Появилась и реанимация на 8 мест. Сейчас здесь 3 ковид-отделения, в которых постоянно заняты от 90 до 105 коек. Добавим, в Унгенах с начала пандемии зарегистрировано 2930 случаев заболевания вирусом нового типа. 87 человек скончались. Под наблюдением врачей в настоящее время находится более 200 пациентов. Очередная партия вакцины против COVID-19, полученная через платформу COVAX, прибыла в Молдову. Это 24 570 доз производства Pfizer. По данным Минздрава, сыворотка будет распределена по медицинским учреждениям для продолжения иммунизации населения, включенного в первый этап вакцинации. Ранее медперсонал обучили правилам использования сыворотки BioNTech Pfizer, которую необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию в специальных морозильных камерах. Между тем, исполняющий обязанности премьер-министра Аурелию Чокой объявил, что на следующей неделе через платформу COVAX в Кишинев будет доставлено 21 600 доз AstraZeneca, а к концу апреля еще 72 000 доз. Напомню, первая партия вакцины от коронавируса прибыла в нашу республику в конце февраля, как в виде гуманитарной помощи от Румынии, так и через платформу COVAX. Всего было получено 36 000 доз AstraZeneca. До сегодняшнего дня в Молдове были привиты свыше 20 000 медицинских работников. Заседания парламента могут быть отложены на неопределенный срок. Такое предположение высказала спикер Зинейда Гречаной в начале пятничного заседания. Обеспокоенность возникла после того, как несколько депутатов заболели коронавирусом и в настоящее время проходит лечение. Между тем, сами законодатели, несмотря ни на что, продолжают неправильно носить защитные маски или даже их вообще не надевать. Похоже, что нам придется ограничить заседание парламента. Очень многие находятся на больничном. Как минимум 6 человек у нас больны. Еще немного, и здесь никого не останется. Или, как говорит господин Попшой, мы растворимся. Такими словами, Зинейда Гречаной начала пятничное заседание после того, как секретарят сообщил, что многие депутаты заболели. В зале присутствовали всего 85 депутатов. Шестеро отсутствовали. Они инфицированы коронавирусом. Это депутаты Дмитрий Дьяков, Людмила Гузун, Геннадий Буза, Думитру Алайба, Виолетта Иванов, Регина Апостолова, Сергию Сырбу и Дан Перчун. Остальных не было по невыясненным причинам. И хотя, говоря о COVID-19, парламентарии выражают обеспокоенность ситуации в стране, тем не менее, на каждом пленарном заседании некоторые из них, похоже, забывают об основных правилах и ограничительных мерах. Они не носят защитных масок, особенно с учетом того, что находятся в закрытом помещении. Об этом свидетельствуют фото, которые были сделаны на заседании как в пятницу, так и в четверг. В Приднестровском регионе ужесточают карантинные меры. В связи с большим количеством ежедневных заражений, более 340 случаев в день, лидер непризнанного региона Вадим Красносельский просит Верховный Совет ввести более жесткие ограничения до 15 мая. Под запретом все публичные мероприятия, а также проведение банкетов в заведениях общепита. Кафе и рестораны будут закрыты с 10 вечера до 8 утра. Общественный транспорт будет ходить по особому расписанию. И уточню, что Приднестровский регион закрыл свои границы с начала пандемии, и люди могут выбраться оттуда только по специальным разрешениям. Также были созданы дополнительные контрольно-пропускные пункты. Китай сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом после более чем месячного затишья. В то же время многие европейские страны переходят на полный или частичный локдаун из-за возросшего количества инфицированных. Между тем, 26 пассажиров застряли на три недели в аэропорту Франции из-за пандемии. И с тех пор они переживают настоящую драму. С понедельника Болгария вводит карантин на национальном уровне сроком на 10 дней. Решение было принято после того, как количество случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю в этой стране увеличилось на 40%. Во Франции столица и 16 регионов объявили о частичном локдауне. Там временно прекращают работу некоторые предприятия и будет ограничено передвижение. Однако школы пока остаются открытыми. В соседней Украине столицу страны поместили на карантин на три недели из-за резкого роста числа инфицированных. Разрешена работа лишь продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций. Тем временем Китай объявил о первом случае заражения SARS-CoV-2 после месячного перерыва. Сообщается, что позитивный результат теста на коронавирус оказался у мужчины, который работает в больнице и собирает пробы у людей, находящихся на карантине. Отметим, что Поднебесная с марта была закрыта для большинства иностранцев. Однако сейчас власти намерены ослабить ограничения и разрешить доступ гражданам США, Индии и Австралии при условии, что они прошли иммунизацию против COVID-19 вакцины, произведенной в Китае. Между тем, 26 пассажиров, в том числе две девушки и 75-летняя женщина, вылетевшая из Великобритании еще 26 февраля, на три недели застряли в транзитной зоне аэропорта Шарль-де-Голь в Париже. Об этом сообщает BBC. Они вылетели из аэропорта Хитроу и направляли свал Жир. Однако во французской столице прилетевшим сказали, что они не смогут продолжить путешествие из-за ограничений, вызванных коронавирусом. С тех пор эти люди живут в транзитной зоне, спят на сиденьях или на полу и едят то, что могут предложить другие пассажиры. У них есть доступ к душевым в зоне аэропорта, где расположена гостиница, но им приходится платить по 20 евро за их использование. Положение транзитных пассажиров становится все более безвыходным и эти люди вынуждены ждать, пока алжирские власти не разрешат им продолжить путешествие и прибыть в эту африканскую страну. И к другим новостям. Генеральный прокурор Александр Стеин-Ногла обратился к законодательному органу с просьбой лишить депутатской неприкосновенности парламентариев от политической партии Шор Петра Жордана и Дениса Уланова, проходящих по нескольким уголовным делам. В свою очередь, сами законодатели расценивают действия прокурора как политические и связанные с процессом выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра. Первый запрос о снятии депутатской неприкосновенности с парламентария Петра Жордана. Следующий о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Дениса Уланова. По данным прокуратуры, один из парламентариев подозревается в причастности к банковскому мошенничеству, другой якобы злоупотреблял служебным положением в интересах организованной преступной группы и в ущерб к Кишиневскому международному аэропорту. В ответ депутат Денис Уланов заявил, что готов лично проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Он утверждает, что подозрения против него появились в прессе в 2020 году, после чего он потребовал, чтобы его заслушали. Денис Уланов охарактеризовал обвинения как телевизионное правосудие, отметив, что они имеют политический подтекст, особенно после того, как партия, которой он принадлежит, создала парламентское большинство для назначения нового премьер-министра. Сегодня, когда страна находится в абсолютно чрезвычайной ситуации, в промежуточном состоянии с выборами правительства, с коалицией, сформированной из 53 голосов, соответственно, задаемся вопросом, отминусовываем голоса депутатов, которые сейчас хотят задержать, что мы получаем. Пётр Жордан не присутствовал на пленарном заседании по состоянию здоровья. В беседе с нашим корреспондентом депутат заявил, что удивлен действиями прокуратуры. Я не знаю подробностей, мне неизвестны причины. Я задокументирую и вернусь с комментарием. Я готов и без иммунитета пойти и сделать все необходимые заявления. Фракция партии Шоры и платформа «За Молдову», в которую входят парламентарии из обоих формирований, заявляют, что запрос прокурора имеет совершенно иную цель, нежели заявленная. Не случайно господин Стоиногло выступил с этим запросом именно сейчас, когда решается вопрос об управлении Республикой Молдова. Генеральная прокуратура остаётся инструментом запугивания и политической расправы. И её запросы, включая сегодняшний, это подтверждают, говорится в заявлении. Юридическая комиссия соберётся в субботу для обсуждения вопроса с генеральным прокурором. Впоследствии будет определена дата заседания, на котором проект о снятии иммунитета звук депутатов будет поставлен на голосование. В понедельник Конституционный суд должен принять решение в отношении законности указа Майя Санду о выдвижении кандидатуры Игоря Гроссу в премьер-министры. До тех пор документ остаётся действующим. Так сегодня постановили магистраты КС. Между тем, постановление, подписанное главой государства во вторник, уже опубликовано в официальном мониторе. Конституционный суд рассмотрел этим утром ходатайство о приостановлении действия указа главы государства, которым временно исполняющий обязанности председателя партии действий «Солидарность» Игорь Гроссу предложен на должность премьер-министра. Спустя примерно два часа заседания суди КС отклонили ходатайство социалистов и сообщили, что решение, является ли указ конституционным, примут 22 марта. Между тем, документ был опубликован в мониторл офичал. Напомним, Наталья Гаврилица, изначально предложенная Майя Санду на должность премьер-министра, в парламенте не получила ни одного голоса. Впоследствии президент отказалась выдвигать кандидатуру социалистов. Мариану Дурлиштяну, которая поддержала большинство, 54 парламентария, и повторно выдвинула к Гаврилицу. 23 февраля КС объявил указ президента неконституционным. Своим решением суди обязали главу государства начать новые консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить подходящую кандидатуру на должность премьер-министра страны. После того, как на ТВ6 вышел сюжет об онлайн-торговле лекарствами, широко распространенной в нашей стране, а также об их противозаконной доставке, эта тема попала в поле зрения депутатов. На заседании парламента в пятницу законодатели предложили поправку в закон, чтобы аптеки могли легально и своевременно доставлять на дом необходимые медикаменты. Проект документа был одобрен в первом чтении. По словам депутата платформы «За Молдову» Руксанда Главан, которая также является автором проекта, во время пандемии многие экономические агенты начали доставлять лекарства на дом по рецепту и без, но делают это незаконно и подпольно. С другой стороны, эта услуга значительно облегчает жизнь людям, особенно находящимся на карантине. Депутат предложила, чтобы эта сфера регулировалась государством и чтобы граждане страны могли получать лекарства на дом без похода в аптеку. Мы прячем как страусы голову в землю, утверждаем, что здесь нет проблемы, или делаем вид, что не замечаем нарушения законодательства, или все же мы, наконец, разработаем регламент, чтобы те, кто привозит лекарства на дом, в том числе компенсированные, и те, что отпускаются по рецепту, могли работать в соответствующих условиях. Главан утверждает, что власти должны позаботиться о своих гражданах и легализовать эту услугу. При этом, в случае возможных нарушений, к фармацевтическим компаниям должны быть применены санкции. Инициативу одни депутаты раскритиковали, другие поддержали. Действительно, идея очень хорошая и благородная. И проблема налицо, и Высший Совет по безопасности, в том числе, рекомендовал создать механизм доставки лекарств на дом. Не прописано, кто отвечает за транспортировку этих медикаментов. Я вижу лишь преимущество в подобном проекте, потому что каждый желающий может иметь свободный доступ к медикаментам, даже будучи на самоизоляции. Уже несколько лет, как любые товары, можно доставить на дом. Я думаю, что это очень хороший проект, за который мы рано или поздно проголосуем. Согласно документу, поправки в законе никак не повлияют на доходную часть госбюджета и не последуют государственных расходов. Проект подлежит рассмотрению и голосованию во втором чтении. Страшная находка в Олежском районе. 16-летнюю девочку нашли повешенной в роще недалеко от одного из населенных пунктов. Подросток не оставило прощальной записки. Родные погибшей шокированы произошедшим и не могут понять, что же заставило ребенка пойти на такой страшный шаг и покончить с собой. По данным полиции, несовершеннолетняя пропала без вести в четверг вечером. Ее родственники рассказали, что девочка приехала погостить к тете в другое село. «Пошла домой. Вместе с моей дочкой помогала рубить дрова. Принесли воды. Девочка была послушной, хозяйственной. У нее не было причин кончать жизнь самоубийством. Что ей взбрело в голову, о чем она думала?» Одна из родственниц погибшей рассказала, что у девочки был возлюбленный. Вечером они общались по социальной сети, а после она ушла в неизвестном направлении и больше не возвращалась. «Был у нее парень, и я не знаю, что там. О чем говорили, я не знаю. Но она взяла с собой телефон, выключила его и ушла». Родственники говорят, что искали девочку у друзей и знакомых, но безрезультатно, после чего уже обратились в правоохранительные органы. Поиски велись всю ночь. Утром девочку нашли повешенной в лесу. Прокурор по этому делу рассказал, что на теле ребенка не было обнаружено следов насильственной смерти и что девочка не оставила никакой прощальной записки. «По этому случаю было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование с тем, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. По данным полиции, только за последние три дня в Молдове было зарегистрировано пять случаев суицида». Трагический инцидент 14-летней давности кардинально изменил их жизни. Речь идет о брате и сестре из города Сороки, которых бабушка ошпарила кипятком. В тот день больше всего пострадала девочка. 50% поверхности ее тела покрыты множественными страшными шрамами. Не смогла остаться безразличной к этой истории программа нашего телеканала «Уаминь Пентру Уаминь», протянувшая семье руку помощи. Проект, напомним, реализуется при поддержке благотворительного фонда Мирон Шор. «Женщина сквозь слезы» рассказывает, что в 2007 году ее сына и дочь, которым тогда было всего три годика и год и восемь месяцев соответственно, бабушка со стороны отца ошпарила кипятком. И если мальчику посчастливилось отделаться лишь несколькими травмами, то девочка получила ожоги третьей степени, которые затронули около 50% всей поверхности ее тела. Когда я вошла в комнату, то не видела ничего, кроме живой плоти. У нее не было ни лица, ни шеи, ни рук. Она была вся обожжена. Я просто не могу вам передать. Когда я спросила врачей, какова ситуация, они мне сказали, что шансов нет. Сейчас девочке 15 лет. Она перенесла уже 16 операций по пересадке кожи. Врачи говорят, что подросток нуждается в дальнейшем лечении и интенсивной терапии. Однако у ее семьи больше нет денег на оплату всех необходимых процедур. Поэтому команда программы «Уамин пентруамин» решила им помочь. Благодаря этому Михаила смогла пройти реабилитационную программу в санатории села Качиерь Дубасарского района. Результат просто замечательный. Кожа смягчилась и сейчас все намного лучше. Я очень благодарна, что смогла пройти все эти процедуры, которые пошли мне на пользу. У нее заметно смягчились килоидные рубцы. Примерно 40-50% шрамов, которые у нее были, исчезли. Вместе с Михаилой в санаторий отправилась и бабушка по материнской линии. Женщина страдает повышенным артериальным давлением, и там она также смогла пройти курс лечения. «Эта программа действительно для людей, потому что не каждый может позволить себе то, что делает возможным ваша передача. Благодарю от всей души за то, что такое существует, что есть возможность делать добро людям». Эта ощутимая помощь стала возможной благодаря генеральному партнеру проекта, благотворительному фонду «Мирон Шор». Из-за минимальных пенсий и скромных доходов людям приходится экономить на многих вещах, в том числе и на питании. В Когульском районе ситуация изменилась после открытия пяти мобильных социальных магазинов, которые будут ездить по селам района и обеспечивать жителей продуктами по более низкой цене против той, что в других магазинах. Люди с радостью восприняли эту новость. Жители села Александрфелд Когульского района признаются, что зарплаты и пенсии, которые они получают, очень низкие и большая часть денег уходит на продукты питания. Люди с нетерпением ждут открытия социальных магазинов. «Здесь дешевле и нас это радует. Пенсия у нас небольшая, поэтому какая пенсия, такое и питание». «Да по пенсии же мы габа». «Мы не имеем возможности поехать в ближайшие города, и сегодня есть такая возможность приобрести необходимые товары, которые необходимы для наших жителей». «Я вот заплатила, что ли, но набрала полную сумку необходимых продуктов. Всего понемножку купила, потому что дешевле. Спасибо, что приехали, что привезли. Спасибо, что хоть кто-то за нас думает». Жители рады предоставленной возможности покупать продукты питания первой необходимости по доступным им ценам. «У нас рис, например, здесь магазин 19 лет стоит, а здесь 12. Вы понимаете, какая это разница?» «Хочу вот гречку, творог, потому что дешевле намного». И местные власти приветствуют открытие мобильных социальных магазинов. «Эти деньги, которые сэкономят, они смогут использовать для приобретения медикаментов или каких-то еще других продуктов, для услуг. Думаю, что они будут благодарны». Пять социальных магазинов, открытых в Кагульском районе, будут обслуживать всех жителей района, в том числе и в самых отдаленных от центра населенных пунктах. «Раз в неделю социальный магазин будет приезжать в каждое село района. Мы были в селах, где вообще нет ни магазина, ни детского сада, ни школы, ни медпункта, ни почты». Первый социальный магазин был открыт в 2015 году в Аргееве Илоном Шором. С тех пор сеть расширилась до 140 социальных магазинов. Число покупателей составляет приблизительно 400 тысяч человек. Несколько дней назад жители домов в районе Кишиневского аэропорта были неприятно удивлены тем, что, по их словам, без какого-либо предупреждения коммунальщики заблокировали мусоропроводы во многих подъездах многоэтажек по адресу дачи 60. И теперь отходы из пяти высоток люди должны выносить на мусорную площадку, расположенную в 20 метрах от детского сада, в самом центре городка. Возмущенные жители обратились за помощью к советникам партии Шор. Мусорка в самом центре района аэропорта уже третий год является одной из самых больших проблем для жителей городка. Мусорная площадка находится прямо напротив детсада. Тут же рядом стадион и детская площадка. Летом здесь жара, ветер летит, падает какой-то мусор, собаки прибегают, растаскивают. Здесь творится просто ужас. Мало того, здесь еще от жары, здесь вода невыносимая. Это все идет в садик. Терпеть уже дальше, по-моему, некуда. Надо решить этот вопрос, потому что детский сад, санчасть, стадион. Дети катаются на велосипедах. Как житель этого дома хотела бы, чтобы эта мусорка отсюда переехала. Мы за это уже платим. Мы платим за обслуживание блока. Где этот уход? Кто это? Вообще никто не делает никакие уборки конкретные. Теперь же по решению городских властей площадку не только не убирают, но еще и расширяют. На днях в девятиэтажках по улице дачи заблокировали мусоропроводы во всех подъездах пяти домов по адресу дача 60. И их жильцам теперь остается лишь выносить мусор на эту площадку. Причем это стало для местных жителей полной неожиданностью. Это произошло позавчера. Никого не предупредили. Заварили, закрыли, не продезинфицировали. И воняет до сих пор. У нас было все чисто. И жалоб вообще никаких не было ни от меня, ни от соседей. Два дня назад пришли, поставили нас перед фактом, что заваривают наши мусоропроводы. Мы, конечно, все в ужасе, потому что нам это неудобно. Мы связались с представителем главного управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева. По его словам, работники коммунальной службы действовали на основании решения муниципального совета 20 февраля 2020 года. Согласно которому, в 1700 подъездах по городу мусоропроводы должны быть полностью заблокированы. У нас есть прошлогоднее решение совета о блокировке мусоропроводов. Теперь каждая ассоциация управления блоком имеет право по согласованию с жильцами перекрывать мусоропровод. А мы уже выполняем это, основываясь на их решении. Насколько я понял, в аэропорту управление под номером 7 проконсультировалось с жильцами и закрыли его на основании этого решения. Жители авиагородка, которые ни о каких консультациях даже не слышали, обратились за помощью к представителям партии ШОР. С ними встретился столичный мунсоветник от плитформирования Сергей Бургуджи, который тут же предложил несколько вариантов решения проблемы. Те жители, которые хотят, чтобы их мусоропроводы были заново разблокированы, чтобы они ими могли пользоваться, они должны собрать 30% подписей из подъезда. Там, где они собирают это количество подписей, там будет разблокировано. Те жители, которые не хотят разблокирования, соответственно, они тогда будут выносить мусор на улицу, в то место, где будут построены вот эти экологические платформы по сортировке мусора. Теперь жильцам необходимо лишь собрать подписи под обращением. И в течение нескольких недель должно быть принято окончательное решение либо о строительстве площадки, либо о возврате к прежнему варианту с мусоропроводом. При этом строительство платформы по сбору мусора должно быть профинансировано из городского бюджета, в котором на эти цели выделено 6 миллионов леев. В свою очередь советник от партии ШОР Сергей Бургуджи пообещал оказать поддержку жильцам и проконтролировать выполнение их решения. Заставили убрать за собой. Полицейский попросил водителя бетономешалки очистить улицу от оставленной большегрузом грязи. Инцидент произошел на одной из столичных улиц и этот момент заснял очевидец, сделавший несколько фотографий. На снимках видно, как мужчина подметает, а патрульный регулирует транспортное движение, ограниченное из-за экстренной уборки. Мы попытались связаться с представителями нации инспектората общественной безопасности, чтобы получить более подробную информацию об этом инциденте. Но никто не ответил на наши телефонные звонки. Добавлю, правила дорожного движения предусматривают, что водители, оставляющие на дороге после себя грязь, рискуют быть оштрафованными на тысячу леев. Недавно столичный мэр Ион Чибан обратился к правоохранителям с просьбой штрафовать экономических агентов и строительные компании, чьи машины после выезда со стройплощадок оставляют грязь на тротуарах. На этом наш выпуск новостей завершен. Я на этом с вами прощаюсь. В студии была Юлия Семикина. Оставайтесь на нашем телеканале. Желаю вам отличных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова